Сегодня, 9 апреля, Церковь вспоминает мученицу Матрону Солунскую, мучеников Мануэла и Феодосия, преподобного Иоанна Прозорливого Египетского. Идет пятая неделя Великого Поста. Опытные священники знают, что помимо рекомендаций монастырского устава и общецерковного понимания поста, для каждого человека должна быть своя мера воздержания. Она определяется исходя из духовного опыта верующего, его физических сил и здоровья, обстоятельств его жизни и работы. Зависит даже от того, насколько выцерковлены его близкие. В XIX веке такой принцип индивидуального подхода к посту сформулировал святитель Феофан Затворник. Он учил своих духовных чад, кто против поста. Пост – одно из первых дел монаха и христианина. Но против поста неумеренного нельзя не выставать. Этот пагубен. Только пустую молву возбуждает вне и тщеславие внутрь. Относительно поста действуйте с полной свободой, применяя все к главной цели. Когда приутяжелить, когда приоблегчить можно, смотря по нужде. Пост – не цель, а средство. С ним соглашался преподобный Амвросий Оптинский. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, и, с другой стороны, излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и средняя из них делает человека более способным к духовному деланию. Итак, современный человек оказывается перед серьезным выбором – строго соблюдать букву и баловать себя разносолыми и дарами моря, попадающими под категорию постной пищи. Или же предпочесть дух поста и оторваться от суеты, от всепоглощающего информационного потока, от бездумного желания забыться у экрана телевизора. В последнем случае пост действительно может стать способом переменить свою жизнь, поставив в ее основу заповеди покаяния, примирения и любви. Мученица Матрона жила в городе Солунь, в современных Солунниках на рубеже 3-4 веков. Она была рабыней Пафтилы, жены одного из военачальников. Хозяйка принуждала Матрону отречься от Христа, но девушка продолжала тайно ходить в церковь. Однажды Пафтила узнала об этом и пришла в ярость. Она избила Матрону, связала и заперла в темной коморке. Утром обнаружилось, что Матрона неведомой силой освобождена от уз. В гневе Пафтила продолжила издеваться над девушкой. На сей раз Матрону заперли на четыре дня без пищи и воды. Когда запечатанную комнату открыли, христианку застали за молитвой, без веревок и цепей. Пафтила разозлилась еще больше и приказала избить Матрону до смерти. Тело мученицы было сброшено с городской стены. Впоследствии Александр, епископ Солунский, построил церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее святые мощи. А Пафтила однажды сама оступилась на том месте, откуда сбросили тело Матроны. Она упала с крепостной стены, и никто не пришел ей на помощь. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после частых терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительней этой победы, когда враги, напротив, сами жалким и несчастным образом были побеждены ими? Церковь вспоминает сегодня мученицу Матрону и просит ее, моли Бога о нас. Святые мученики Мануил и Феодосий были друзьями и жили во второй половине третьего века в городе Сирмий, нынешней Сремской Митровицы в сербской области Воеводина. В 304 году в их краю начались гонения на христиан. Мануил и Феодосий каждый день видели, как люди шли на пытки и казни, но не предавали свою веру. Они решили узнать, что это за религии, приверженцы которой готовы пожертвовать за убеждения самой жизнью. Через некоторое время друзья приняли святое крещение. Они также решили пострадать за веру и открыто исповедали себя христианами. Правитель и его окружение удивились такому мужеству. Оно показалось им пустой похвальбой, но Мануил и Феодосий проявили твердость в своем исповедании веры. Они выдержали мучения до конца и скончались с именем Божиим на устах. Церковь не приветствовала самовольного поиска мученичества. Григорий Богослов говорил, закон мученичества, щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно. Однако святитель отмечал, но если вышел, не отступать, потому что первая — дерзость, а последняя — малодушие. Церковь чествует мучеников Мануила и Феодосия не за дерзость их подвига, а за то, что у них хватило сил претерпеть все мучения и остаться верными Господу. Мы просим святых, молите Бога о нас. Преподобный Иоанн Прозорливый Египетский жил в IV веке в египетском городе Ликополе и был плотником. Когда ему исполнилось 25, он оставил ремесло и принял монашеский постриг. 15 лет он провел в разных обителях, а потом, желая полного уединения, Иоанн удалился в область Фиваиду, на Волчью гору. С приходившими к нему за советом и утешением людьми, он беседовал через небольшое окошко. Через него Иоанн принимал и приносимую ему скромную пищу. Через 30 лет он сподобился от Господа дара прозорливости. Так императору Феодосию Великому он предсказал победу над его противниками Максимом и Евгением и победоносную войну против Галлов. 50 лет Иоанн прожил отшельником. В своих наставлениях он заповедовал прежде всего иметь смирение. «Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни святых отцов, и если исполните все, то на себя не уповайте и собою не хвалитесь». Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется им как Богу, а воздает честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня преподобного Иоанна Прозорливого. Моли Бога о нас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова